Привет, меня зовут Мария Кравчук, и сегодня мы снова с вами в домашней обстановке, чтобы обсудить важные темы. Зачастую отсюда я веду частные консультации, но видео сейчас на канал я решила снимать тоже отсюда. Здесь я чувствую себя комфортнее, и темы, на мой взгляд, получаются раскрыть так значительно лучше. Но давайте не будем затягивать и поехали к теме. Что убьет любые отношения? Так мы с командой определили вопрос, в котором кроется много подводных камней. Если их не разобрать, то таким можно наткнуться своим кораблем на айсберге и разбить его в пух и треск. Интересно, что сегодня я сначала сильно вас запутаю, но потом обещаю, что распутаю. Поэтому досмотрите видео до конца, чтобы все стало вам предельно ясно. Конечно, я знаю, знаю, вы ожидаете, что я вам сейчас скажу, что измена. Измена – это то, что всегда убьет отношения. Как человек, который прообщался уже далеко не с одной парой, могу вам сказать с уверенностью, что измена не всегда заканчивается разрывом. Если пара способна найти в себе силы и помощь в том, чтобы выйти из измены правильно, то если я скажу вам, что их отношения стали даже крепче, то, наверное, вы выключите это видео. Но их отношения точно не испортились и не закончились. Но есть другая вещь, которая может убить отношения. И то, что я обещала вам по запутыванию. Вот она серединка, центр. И вот есть две крайности. Сейчас я вам скажу то, что убивает отношения. А потом скажу то, что их спасает. И это будет одно и то же. Это общение. Когда пара перестает общаться, перестает высказывать какие-то свои маленькие моменты, нюансы, претензии, отношения начинают безвозвратно разрушаться. Если в нужный момент их не подхватить и не вытащить все эти мелкие, знаете, занозы, которые залазят по одной под пальцы, под когти, и там сидят и начинают нагнивать, если их не вытащить, то в определенный момент их становится взрыв. У кого-то мягкий и тихий, у кого-то бурный, но все еще взрыв. И отношения разрываются. Можно это делать с психологом. Можно научиться это делать самостоятельно. Инструмент здесь уже не имеет значения. Но всегда необходимо разговаривать, общаться. Потому что отношения двух людей – это постоянный процесс. Но если не притирки, то, по крайней мере, взаимодействие. Может ли быть это взаимодействие идеальным? Когда оба счастливы, довольны, когда оба чувствуют эйфорию, никакой претензии, ни малейшего недопонимания. Прямо, ну, умерли уже оба и, наверное, общаются на небесах. Ну, потому что в жизни так не бывает. В жизни люди – это люди. И не значит, не значит, что не нужно допускать ошибок. Не значит, что не нужно выяснять проблемы и их решать. Значит, что нужно их выяснять и решать. Но моя обещанная запутанность убивает точно так же отношения и полная открытость. Знаете, что самое худшее, что может быть для отношений – это уметь читать мысли другого человека. Но не так, когда ты просто хорошо его знаешь, а когда ты реально читаешь все его мысли. Ну, вот представьте для себя на секунду, что ваш любимый человек, ваш партнер по жизни, ваш супруг или жена – все полностью знают, что вы думаете. Она спускается по лестнице, а вы видите в нее свисающий живот и жирные ляжки, и она знает, что вы это думаете. Или он приходит домой, уставший, а в голове проскакивает мысль – скотина, снова ничего не делал. Вот эти фразы – это же не обязательно не любовь. Это просто эмоции, это просто жизнь. А представьте себе, что другой человек это знает. Он это видит, он это чувствует и считывает. Если все это постоянно считывать, и если это все видеть, то отношения точно так же начинают разрушаться просто в пух их вам. Просто, к сожалению, природа не создала нас настолько гуманными, добрыми, чтобы мы все время думали только хорошо. Большая часть людей, к сожалению, большую часть своих мыслей имеет негативную. Но это проблема другого видео, обязательно разберемся. Вот она моя запутанная история, что посрединке находится трезвое, здоровое общение двух людей. Когда они открыто говорят друг другу о своих проблемах, когда они решают эти проблемы. Когда нужно, они идут к специалисту. Когда они способны, они решают их самостоятельно. Но они их решают, решают годами, десятилетиями. Своими способами, чужими способами, но решают. И один, и самый эффективный способ этого – это диалог. Второй вариант – это когда не середина, а крайности. Когда нет общения. Когда любая проблема – это все, наши отношения должны закончиться. Когда любая обида – это обязательно оскорбление, унижение и подавление. Вот это все с этой стороны, и это конец отношения. И с другой стороны. Когда я считаю правильным, говори тебе все, что я думаю. Мне пофиг, что я думаю, что ты сегодня страшная. Я скажу тебе это. Это же правда. Ты хотела искренность, ты хотела честность – ешь ее. Это тоже крайность, после которой отношения не будут развиваться, а умрут, потому что никто не выдержит голой правды. Вот она моя запутанная история. Способное отношение жить вот в этом маленьком промежуточке, посрединке, между крахом и крахом. И именно потому, что этот отрезочек настолько тонкий и узенький. Существуют такие видео. Надеюсь, я не запутывалась окончательно. Напишите в комментариях, что вы скажете по поводу этого. Близко вам? Далеко вам? Что-то откликнулось? Или я просто так потратила 7 минут вашего времени? Если ты хочешь живого общения, то регистрируйся на бесплатную практику. Откровенно о женском. Там мы разговариваем на темы, которые близки. В живом режиме. В режиме реального времени. Там всегда весело и интересно. Регистрируйся. Прямо сейчас. Если этот звук попадет в видео, это значит, что моя дочь плачет. Так что мне пора заканчивать и бежать туда. Хорошего дня. Продолжение следует.